Змей Змей Желание получать — это не змей. Желание получать — это просто желание получать. И если он показывает человеку, что он не дает ему продвигаться к цели, к правильной цели, то то желание, которое не дает мне продвигаться, его я называю злым началом, змеем. То есть должна быть уже большая работа по выяснению свет, возвращающий к источнику, чтобы я увидел внутри моего желания общего такие желания, такие склонности, свойства, которые мешают мне в пути достичь цели творения. И тогда из всех тех желаний, из всего этого объема, который находится во мне, те желания, которые раскрываются мне как помехи в достижении слияния с творцом, если я их знаю, чувствую, если я определяю, что они именно мешают мне в этом, они называются змеем. Зла. Ты понимаешь, отыскать этого зверя в себе, эти желания в себе, непросто. Когда я нахожу его, это действительно, слава Богу, что я нашел эти помехи. Тогда отныне и далее я начинаю работать над тем, как обратить его в доброго змея. Почему змей? Змей, он хитрый. Он приходит и скрытой силой так изнутри он тебя как бы сбивает, направляет на хорошие вещи, но это выходит ради получения. Он говорит, тебе сделай, сделай. Это, как он сказал Еве, ты сделай, ты увидишь, насколько это хорошо, творец этого хочет, и так далее. Тебе это кажется, а потом это все падает в ради получения. Поэтому это называется змеем, есть здесь хитрость. Ну, такой наш эгоизм.